Покупка корабля. Крайне важная вещь с вами кораблем. И не говорите мне потом, что я вас не предупреждаю. Схема покупки корабля выглядит, казалось бы, элементарно. Смотрите, у нас есть официальный сайт Robert Space Industrial, у которого есть кораблики. Есть вы, покупатель. У вас есть деньги. Вы закидываете деньги на RCI, и RCI вам передает кораблик. Вы получаете статус бейкера. Это важно. Стрелочки двухсторонние. Это также важно. Потому что вы в любое время можете сделать возврат. Но рано или поздно вы все равно полезете на официальный сайт. Это вопрос времени. И выясните, что там далеко не все кораблики продаются. Практически все хорошие кораблики на официальном сайте имеют статус лимитированного выпуска. Это означает, что вы их не можете купить. Вы их можете купить только в определенное время, скажем, день рождения этой корпорации, либо какие-то другие акции, которые иногда они проводят. Вот в этом случае вы можете купить кораблик. Также, разбираясь в этих всех схемах, вы рано или поздно все равно обратите на такую надпись LTI. И начнете разбираться со страховкой. В итоге выяснится, что LTI это пожизненная страховка. А все оставшиеся кораблики у нас имеют не LTI, а какой-то ограниченный срок. Месяц, два, четыре. Там разные могут быть цифры. Возможно, эти вещи кто-то знает, кто-то не знает. Сейчас это особо не важно. Важен другой момент. Выясняется, что даже если у вас деньги, вы далеко не всегда можете купить кораблики. И здесь, естественно, на помощь вам идут форумы, сайты, гайды и прочие прибамбасы. Что эти кораблики также можно купить. Не обязательно на официальном сайте. Огромное количество мест, где можно купить кораблики. Причем, eBay вообще завален на весь кораблики. Мало того, там еще есть и официальная гарантия от eBay, что вы гарантированно получите этот кораблик. Как бы все замечательно. Не все так просто. Если было бы все так просто, я бы не монтировал бы этот гайд, а уже занимался бы каким-то другим вещами. И вот эту схему, которую я вам сейчас расскажу, вы должны очень хорошо понимать. Казалось бы, картина такая. Смотрите, есть официальный сайт RSI, есть вы и есть ваши деньги. Но между вами встает еще один человек, назовем его посредник, который имеет эти корабли. Как происходит этот процесс? Вы передаете деньги посредникам. Это может быть за гарантии, без гарантии. В этом случае вы передаете деньги вне пределах RSI. То есть это может быть WebMoney, это может быть PayPal, это может быть огромное количество вариантов, как вы можете передать деньги. Хоть натуру, и здесь уже не важно, как вы передаете деньги. Смысл остается в другом, что вы передаете деньги за пределами RSI. То есть RSI не контролирует эти все транзакции. Что дальше? Дальше, скорее всего, вы думаете, что у посредника есть кораблик, и он вам передаст. Возможно, у него есть кораблик, но скорее всего, у него этого кораблика нет. За ваши деньги он его покупает. Если быть точным, он его восстанавливает. Есть такая функция, называется Buy Back. Именно с этой функцией он восстанавливает кораблик. Вот смотрите, предположим, у нас сейчас есть Drake Bookiner. Букашка сокращена. И он LTI. Страховка на корпус корабля, который является пожицей. Здесь есть две клавиши. Gift и Exchange for Store Credit. Gift это подарить, а Exchange for Store Credit это расплавить пакет. Уничтожить. При этом, когда вы плавите свой пакет, вы обратно получаете кредиты. В виде Store Credit. Сейчас у меня этих Store Credit равномали. Как происходит обратный выкуп Плэйджа. Если мы вводим живые деньги, то есть деньги, которые с кредитной карточкой, либо PayPal, тогда мы получаем пакет с возможностью Gift и на нас не накладываются никакие штрафы. Если же мы используем Store Credit, где здесь написано, то мы получаем возможность выкупа один раз в квартал. Каждые три месяца мы опять будем получать возможность восстановить этот пакет. Но это не относится к живым деньгам. Если мы платим с карточки, то мы можем восстанавливать сколько угодно раз один и тот же пакет. Передали пакет, купили, опять передали, опять купили, опять передали. Хоть 100, хоть 200, хоть миллион раз. Ограничений нету никаких. Теперь как это все происходит именно в этой схеме. Посредник тупо закидывает ваши деньги на сайт карте Афри. При этом он себе оставляет какой-то процент. Процент зависит исключительно от наглости этого самого посредника. После того, как он получает этот корабль, он передает его вам. Теперь обращаем внимание, что посредник работает в рамках RSI. А вы остаетесь за рамками RSI. Чем это плохо? Периодически эту игру раскачивают некие люди, ссылаясь на то, что им кто-то рассказал по секрету. Они узнали. Ну и в общем, разные другие способы есть, как можно раскачать игру. Что там все плохо и она никогда вообще не выйдет. И некоторым людям это получается очень хорошо. Они не просто требуют свой возврат. Они поднимают определенные лавинообразные массы, которые также требуют возврата. Star Citizen без проблем возвращает эти деньги. Но здесь происходят некие интересные вещи. Дело в том, что вы работали за пределами сайта RSI. То есть, значит вы являетесь бейкером, но ваша сумма является нулевой. И вернут вам именно эту нулевую сумму. Другими словами, тот кораблик, который вы купили, вы уже никому не можете передать. Потому что здесь взятки гладкие. RSI конкретно с вами напрямую не работал. И ей вы предъявить вообще ничего не можете. Что я могу сказать относительно этой схемы? Схема замечательная. В одном случае RSI продолжает по-прежнему продавать ЛТА и кораблики, которые являются редкостью большой. С другой стороны, она не имеет какой-либо ответственности и возврата этих денег. Она не имеет каких-либо обязательств перед бейкерами, которые покупали кораблики через третье лицо. Вот именно про эту схему забывают как раз сказать, когда вам впаривают какой-нибудь кораблик на форум. То есть, мужики, подскажите, где здесь что купить? Я хочу какой-нибудь кораблик ЛТА. Сейчас мы тебя к нужным людям отправим, всё ля-ля-ля. И в общем, кое-что забываю сказать. Если вы не понимаете, что такое шип, плейдж, как накладывать пакеты, как улучшать, как плавить, как покупать с кредитов. Я вам советую покурить вот эту вот видяшку. Она долгая, но питательная. Ещё что хотел бы я добавить. Я прекрасно вижу, куда уходят мои видяшки. YouTube предоставляет список сайтов, куда уходят видяшки. Я могу это заблокировать, но я не блокирую. Однако, размещая эту видяшку на каком-нибудь из ресурсов, вы можете получить проблему. Особенно, если на этом ресурсе кто-то что-то продаёт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!